Привет, друзья! Сегодня будем готовить жаркоя по-восточному с очень интересными мясными конвертиками. Нам потребуется килограмм просеянной муки, растительное масло, лук, морковь, кинза, петрушка, стручковая фасоль зеленая, килограмм фарша, у меня здесь вот 700 грамм фарша говядины и грамм 300 курдючего жира, я его мелко порезала. 700 грамм филе говядины, протертые помидоры, топленое масло, куриное яйцо, зира, черный молотый перец и соль. Ну что, первым делом занимаемся фаршем. Перегружаем. Лук можно было потереть на крупной терке, но я его хочу нарезать. Тогда наши конвертики мясные получатся намного сочнее. Нарезаем лук как можно мельче. Лук нарезали. В фарш добавляем мелко нарезанный лук. Кинза, петрушка. Черный молотый перец и зира. Добавляем соль. И все хорошо перемешиваем. Конечно, можно было сюда добавить кориандр молотый, но так как у меня кинза, я решила кориандр не добавлять. Фарш готов. Занимаемся тестом. Килограмм просеянной муки. Яйцо. Соль. Растительное масло. Ложки 2 столовых. Вот так вот все хорошо перемешиваем. И начинаем вводить воду. Вот на килограмм муки, наверное, грамм 450 у меня уходит воды. Но это, конечно, зависит от муки. Иногда больше, иногда меньше. Друзья, такой момент. Когда я замешиваю тесто, и мало ли у меня оно осталось. Дрожжевое тесто или пельменное тесто. Я его кладу на разильную камеру. И когда нужно, я его достаю и разморожу. И бру качество своих теста не теряет, не меняет. В магазине же продается тесто и дрожжевое, и пельменное. Так что, если у вас осталось тесто, ничего страшного. Кладите его в мразилку. И все. Все, вот мисочка у нас чистая. Начинаем вмешивать на столе. Тесто получилось хорошее. Вот такое тесто у меня получилось. Смотрите, какое мягкое. Теперь. Я тесто кладу в пакет. Пусть наше тесто отдохнет. Минут 30. Жаркое я буду нарезать все крупно. Морковку нарезаем крупно. На полукольца. Друзья, по лету на даче в казане я готовила жаркое с курицей и со штрудлями. Штрудли делала на дрожжевом тесте. До чего получились вкусные. В общем, кто не смотрел это видео, посмотрите. Очень интересный рецепт. А сейчас вот я делаю жаркое по-восточному. Уже добавляю восточные приправы, как кориандр и зиру. Лук с морковочкой нарезали. Занимаемся говяжьей вырезкой. Я нарезать буду крупно. Вот этот кусочек я разрежу пополам. А вот этот кусочек, наверное, вот на такие куски буду нарезать. Ну, чтобы они чувствовались. В общем, крупно вырезать. Продукты мы все нарезали. Сейчас начинаем приготовление в казане. Конечно, домашний казан с дачным не сравнишь. Домашний казан на 3 литра, а дачный на 12. В 12-литровом казане хоть есть где место разгуляться. Вообще, с дачи готовить одно удовольствие. На плиту поставила казан 3 литра. Добавляем 2 столовые ложки топленого масла. Добавляем, ну, грамм 100 растительного масла. Друзья, вот почему я добавила топленое масло. Топленое масло придаст нашему блюду сливочный вкус. И блюдо получится очень вкусное и ароматное, нежное такое. Поэтому, так, еще не нагрелось. Пусть нагревается. Ждем. Не знаю, хорошо нагрелось или нет. Давайте попробуем. Вот и нагрелось, хорошо. Грязненько у нас, конечно, супер. Будет мягкое-мягкое. Так, как это вывесит. Вот положили, да? Его не трогаем. Пусть с той стороны хорошо поджарится. Вот когда с той стороны поджарится хорошо, только тогда начнем его переворачивать. Мясо с одной стороны обжарилось. Переворачиваем. Жарим говядину. Тесто у нас отдыхало минут 30 в пакетике. Берем кусочек теста небольшой. Стол припыряем мукой. Вот так вот немного сначала тесто руками размяли. И раскапываем тесто как можно тоньше. У нас лепка конвертиков будет достаточно интересная, друзья. Так что берите этот рецепт обязательно себе в семейную копилочку. Он действительно интересный. И подача такая будет интересная. Потом посмотрите в конце ролика. Тесто раскатываем потоньше. Нам нужно, чтобы получился у нас такой прямоугольник. Так как мы будем квадратно нарезать с теста. Еще подкатать немного. Пока жарится наше мясо, мы занимаемся тестом. Так, далее. Теперь тесто мы раскатали. Режем тесто на квадраты. Ну, как получится. Это вот на такие. Сначала вот так, на полосочки режем. Вот так вот даже показать. А теперь вот так вот нарезаем. Сейчас я края где неровно отрежу. Потому что некоторые у меня звучат вообще неровные. Вот так вот. Посмотрите, друзья. Соединяем края. Вот соединили и переворачиваем. Делаем вот таким образом. Соединили края. И переворачиваем. Соединили края. Вот так вот. Берем. Края соединяем. И вот такой конвертик у нас получился. И вот сюда мы будем середину класть. Фарш. Вот если немножко неровно получилось, можете немножко потянуть. Вот так вот. И переворачиваем. Некоторые, чтобы разрезать тесто, пользуются линейкой. Допустим, делают квадрат 15 на 15. Или 10 на 10. Линейки, конечно, может быть, получше. Понадежнее. По равней квадратики получаются. Ну, в общем, я так, на глаз. Размерла. Вот так вот раз. Вот. Мясо, чувствую, уже нужно будет переворачивать. Мясо жарится. Кладем сюда зиру и черный молотый перец. Добавляем соль. Я хочу, чтобы мясо обжарилось со специями. Тогда у него будет вот такой более насыщенный вкус. Вкусно, но у горжавится. Некоторые кусочки мяса, вот уже как хорошо подрумянились, друзья. Обратите внимание, видите? Но все равно вот этот казан, который дома на плите, трехлитровый, не держит такую температуру, как мы на даче готовим, на печке. Там температура вообще отличная. Кладем сюда лук и морковь. Обжарим с луком и с морковкой мясо. Придадим цвет, так сказать, и луку, и морковочке. Жарим. Теперь мы в эти конвертики, которые сделали, кладем фарш. Так, прилично, немало. Говядина с курдаком и с зеленью. И с большим количеством лука. Фарш у нас останется еще. Так как казан маленький, много этих конвертиков не сделаешь. Не влезут все, не войдут всем. А вот, если бы мы готовили в 12-литровом казане, то, возможно, все бы конвертики вошли. Он же широкий. А этот казан маленький, а этот не войдет. Будем делать вторую порцию. Семья большая. Края защипываем. Эти. Эти края соединяем. Вот. Вот такая красота у нас получается. Конвертик наш. Соединяем эти края. И соединяем вот эти края. Вот такая красота у нас получается. Берем наш конвертик. Соединяем вот эти края, друзья. И соединяем вот эти края. Фарша, вы видите, достаточно много кладу. Чтобы конвертики у нас получились сочные. Вот такая красота. Так вот еще красиво можно сделать. И соединяем края вот эти. И соединяем края вот этими. Друзья, ну вы посмотрите, какая красота у нас получается. Приворачиваем. Хорошо. Пускус поджарится еще. Пускус поджарилась. Друзья, вот так вот распрямляем. Так, берем очередной конвертик. Соединяем края. Вот здесь. Вот соединили края. Здесь можете эти уголки вот так вот красиво расправить. Как я делаю. Вот видите, друзья? Вот так вот. Чтобы они такие у нас красивые были. Дальше. Берем конвертик. Даже если он... У вас и получился, они очень ровные. Так вот берем немножко и тесто растягиваем. Растянули тесто. Эти края защипываем. Эти края соединяем. Вот так вот. Вот эти уголки немножко расправляем. Чтобы они такие у нас были красивые. Лук снова... Ой, да, хорошо обжарился. Посмотрите, я на коричневый уже цвет у лука. Морковка. Переворачиваем. Морковка обжарилась. Хорошо. Ой, мясо обжарилось вообще. Отлично. Вот тебе и плита. А не коза. Добавляем сюда стручковую фасоль. Перемешиваем. Добавляем протертые помидоры. У меня здесь грамм 400, наверное. Сама готовлю. И хорошо обжарим с протертыми помидорами. Я у блюда добавляла 400 грамм протертых помидор. Помидоры дадут нашему блюду кислинку. Поэтому я хочу сюда добавить еще столовую ложку сахара. Блюда у нас получится не кислое, а такое пикантное, скажем так. Перемешиваем просто. Мы еще обжарим несколько минут, а потом будем добавлять уже кипяток. Добавили воды. Ну, грамм 800, наверное. Закрываю крышкой. Так как мясо у меня порезано достаточно крупно, я огонь убавила на шестерку. И будем готовить на среднем огне минут 40, может быть час. Мясо должно быть почти полностью готово. Друзья, вот столько конвертиков у меня получилось. Вот эти конвертики маленькие, эти побольше. И столько теста у меня осталось. Сейчас я тесто кладу в мразилку. И когда нужно будет, я его достану. Ну, а вот по поводу конвертиков, наверное, буду варить вот эти маленькие. Так как казан у меня небольшой. Перемешаем мясо. Жаркое готовится у меня. Наверное, минут 50 в казане. У нас конвертики, можно сказать, будут готовиться на пару. Вот такие-то, может быть, будут полностью погружены. Ничего страшного. Вот как раз вот эта тарелка полностью и вошла сюда. Закрываем крышку минут на 30. Через 30 минут включимся. Конвертики готовятся 30 минут на среднем огне. Они полностью готовы. Отключаем плиту. Первым делом выкладываем конвертики. Вот такие они у нас красивые получились. Посмотрите, друзья, как они хорошо выкладываются. Ни один конвертик не слипся. Единственное, что, конечно, здесь же у нас добавлены протертые помидоры. Поэтому немножко цвет не белый конвертиков, а такой красный. Ну, от помидор. Красотень, какая у нас сегодня будет на обед. Вот такие, друзья. Смотрите, каждый конвертик выкладывается индивидуально. Ничего не слиплось. Такие красивые. Вот столько мясных конвертиков у нас получилось. Теперь хорошо перемешиваем жаркое и выкладываем. Смотрите, друзья, мясо. И морковочка, и лучок, и фасоль стручковая, зеленая. Жаркое выложили теперь на жаркое, укладываем конвертики. Так сказать, украшаем наше блюдо. Друзья, друзья, мы конвертики попробовали, какие они вкусные вообще. Супер. И вот так вот аккуратненько кладем конвертики на жаркое. Если у вас есть глубокая сковородка, можете и в сковороде приготовить такое блюдо. У меня казан глубокий, поэтому я делала в казане. Вообще. Пробуем. Пробуем. Первым делом я хочу попробовать конвертики. Одна подача чего стоит, на один вид. Вот я пробовала эти конвертики, да чего вкусные. Сверху такое вот тесто, которое варилось в бульоне, вот в мясном, в овощном тушилось, на пару хоть. А внутри мясная сочная начинка, очень вкусные конвертики. Пробовала мясо, овощи, мясо мягкое. Ну, оно готовилось, считай, полтора часа. Овощи тоже очень вкусные. В общем, обязательно берите это блюдо, простое и очень достойное, в свою семейную копилочку. Готовьте по моему рецепту. Делитесь этим видео в соцсетях со своими друзьями. Подписывайтесь на мой канал. Я вам желаю приятного аппетита, отличного настроения, хорошей погоды. И на вашем семейном столе побольше вот таких вкусных и простых блюд. Вы посмотрите, а детям как понравится. Красота, да и только. Пока, друзья. До следующего видео.